Друзья, всем мощный салют. В мире единоборств уже с самого начала года события начинают обретать новые направления, новые перемены, послания и множество других интересных моментов. Нам приготовил мир боевого спорта. Но я не буду ходить кругами и сразу предлагаю приступить. Ну и начинаем мы с Эдуарда Вартаняна. В общем, Эдик, поскитавшись немного по Америке в поисках контракта с UFC, пока возвращается в Россию. Как сообщает Вартанян, у него есть два предложения. И может быть даже он проведет один бой в России и продолжит дальше ждать хорошие развязки в переговорах и подписании контракта с лучшей лигой мира. Эдуард подчеркивает, что выделил время на подписание в UFC и если до лета контракт с UFC Эдик не подпишет, то скорее всего продолжит карьеру в ACA. С условием, если конечно же его там ждут. При всем Вартанян утверждает, что Дана Уайт в курсе, кто такой Эдуард Вартанян. И Дане о нем рассказал Мэнни Гамбурян. Но на данный момент все упирается в матчмейкера Шона Шелби, который четко дал понять, что Вартаняна подпишут либо в апреле, либо если кого-то уволят с UFC, либо Вартанян выскочит на замену. Причем Вартанян на замене числится в трех весовых категориях. Средним, полусредним и легком. Ну а далее, как все слышали, российский боец Петр Ян вернулся на подготовку в свой старый лагерь Тайгер Муайтай. Успел уже поработать с Мухаммадом Макаевым и уже сам Макаев дал характеристику Петру, в которой Макаев считает Петра лучшим боксером легчайшего дивизиона UFC. Об этом Макаев сообщил в соцсетях, опубликовав совместное тренировочное видео. Топовый боец Белал Мухаммад объяснил необходимость поездки в Дагестан. Планирую обязательно поехать в Дагестан и потренироваться с этими парнями, чтобы по-новому взглянуть на себя, почувствовать что-то другое. Эти ребята не дают отдохнуть. И когда я последний раз проводил подготовку с ними, я выиграл в доминирующем стиле. Потому что каждый из этих парней – зверь. У каждого из них свой собственный стиль. И перед каждым раундом возникает неприятное чувство бабочек в животе. А тренируясь со своими одноклубниками, я знаю, чего ожидать. Также Белал сообщает, что готов драться с Шавкатом Рахмоновым. И Мухаммад сообщает, что никому не позволит пройти к титулу без очереди. А вот Илья Тапури обещает повторить достижения Ислама Махачева. И нокаутировать Алекса Валкановски в первом раунде, назвав Волка старым. И то, что Волк должен освободить для него место. Следующий соперник Фрэнсис Сангану в боксе назван официально. И 9 марта в Эрьярде его соперником станет бывший чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Десятираундовый поединок между камерунцем и британцем был анонсирован официально организаторами в Саудовской Аравии. А вот тренер Копылова Еминеева сообщает, что Емеляненко принял Ислам для тех, кто не в курсе. Расул Магомедалиев утверждает, что он не сомневается, что Емеляненко принял Ислам, поскольку так не бывает, чтобы в Медину на хадж поехали и не приняли Ислам. Туда 100% все мусульмане ездят, там по-другому не бывает. Я сам недавно вернулся из Медины, летал через того же человека, через которого туда полетел и Емеляненко. Подчеркнув, что главное, что для общества от Емеляненко нет вреда и теперь для общества он будет полезен. И это самое главное. Ну а вот в Ингушетии пока сообщают, что Александр Абубакар Емеляненко продолжит реабилитацию. Ну а далее, для тех, кто не в курсе, Александру в Эмиратах сделали бесценный подарок. Емеляненко подарили кусок покрывавшей кабу ткань с вышитой золотыми нитями сурой карана. А далее бомбовая новость. Сегодня раскатом ворвалась на спортивные площадки. В UFC решен вопрос по сопернику Ислама Махачева. Об этом официально сообщил руководитель UFC Данна Уайт. Мы решили, первый номер рейтинга Чарльз Оливейро встретится с четвертым номером Арманом Царукьяном в претендентском поединке. А состоится это на знаковом турнире UFC 300. Оливейро должен был драться с чемпионом, но Ислам Махачев все еще восстанавливается после травмы. А Царукьян одержал потрясающую победу над Бенниолом Дариушем. И победитель поединка Царукьяна Оливейро встретится с Махачевым, когда он вернется этим летом. Ну не знаю как вы, но я лично вижу в принципе, как и многие другие, включая букмекеров, именно Армана победителем в поединке против Оливейры. Так что в принципе Арман уже официально претендент на титул. Но все же не будем забегать вперед, ведь в клетке может произойти все что угодно. Ну а далее, также назван следующий соперник Дастина Парье. В UFC им станет Бенуа Сен-Дени, занимающий 12-ю строчку в рейтинге. Пэдди Пимблетт назвал двух бойцов UFC, которые не нравятся ему больше всех. По словам Пэдди, такими являются грузин Илья Тапурия, в которого он однажды кинул бутылку с дезинфицирующим средством для рук, а также американец Теренс Маккини. При этом напомнив, что Тапурия хотел напасть над Пимблета с друзьями, когда он был один. А вот топовый боец Пауло Коста раскритиковал организацию поединка Царукяна Оливейра, сообщив, что Дана Уайт, скорее всего, ненавидит Чарльза. Но и в завершении Хабиб Нурмагомедов сделал важное заявление о детях. Хабиб призвал уделять детям больше внимания и следить за происходящим в их повседневной жизни. Самые интересные и искренние встречи бывают с детьми. Больше всех внимания нужно детям. Не упускайте своих детей, написал Хабиб, комментируя встречу с воспитанниками Академии Краснодара. Ну и на этом, друзья, я завершаю данный выпуск. Ну а вы, кто еще не подписан, подписывайтесь, поддержите ролик лайком, накидайте также комментариев для продвижения. Ну и услышимся в следующих выпусках. Мира всем, добра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok